В Омском велотреке прошел 19-й турнир по кикбоксингу Кубок Ермака, посвященный памяти сотрудников специальных подразделений. Медали соревнований оспаривали 274 спортсмена из Алтайского края, Тюменской и Омской областей. Поддержать спортсменов пришли начальник управления Росгвардии по Омской области Естай Джангунахов, первый заместитель министра спорта Иван Колесник, заместитель председателя правительства региона Олег Заремба, зачитал поздравительный адрес от губернатора Омской области Александра Буркова. Сегодняшнее соревнование мы посвящаем памяти всех, кто не вернулся домой со словами, кто собственной жизнью доказал преданность Родине и верность присяге. У бойцовских турниров всегда особая атмосфера. Здесь каждый спортсмен выходит на ринг с одной единственной целью – это победа. И в борьбе побеждает тот, кто силен не телом, а духом. Поэтому каждому участнику соревнований желаю верить в себя. Помните, что настоящая борьба начинается тогда, когда заканчиваются все силы. Успехов вам! Честно выполнившие свой служебный долг бойцы спецназа активно занимались спортом, единоборствами, были примером для сослуживцев. Память погибших почтили минутой молчания. Также в рамках церемонии прошло вручение государственной награды, благодарственных писем и удостоверений мастеров спорта. Кубок Ермака у нас начинался как турнир спортивный. И сегодня мы видим, как он перерос не просто в спортивный турнир, а в спортивно-патриотический. И патриотическая составляющая идет красной линией, потому что сегодня у нас современные наши герои, такие как Артем Салугин, они занимались сильным кикбоксингом, они неоднократно участвовали на этих соревнованиях, побеждали и закаляли характер именно здесь, в боях на ринге. И свои навыки, свою волю они показали уже в реальных боях, во исполнении своего воинского долга на проведении специально-военной операции на территории Украины. Спортсмены состязались в пяти разделах. Фулл-контакт, К1, фулл-контакт с лоу-киком, лайт-контакт и поинт-файтинг. Омские спортсмены показали отличный результат. Завоевали 57 золотых, 63 серебряных и 50 бронзовых наград. Когда я смотрел представления, я очень вдохновился, что еще оркестр играл, они очень помогли подняться духом. И когда я выходил на ринг, мне было намного легче. Я провела разные комбинации, у меня это получилось. Я хорошо проработал по этажам, у меня очень получились хорошие еще хайкики. Также в ходе турнира прошел фестиваль по кикбоксингу для детей в возрасте 8-9 лет. Юные спортсмены соперничали в товарищеских поединках, в дисциплинах поинт-файтинг и лайт-контакт. Мне нравится кикбоксинг, потому что в нем занимался мой старший брат, и я в детстве как-то заинтересовалась этим, и вот я теперь занимаюсь. Я работаю технично, наносила серии ударов, потом чуть-чуть отходила и била разными способами ногами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА